МАРИЯ ШМАТКОВА Сегодня хотелось бы поговорить о том, как проходил проект «Мамин выпускной». Мамин выпускной – один из важных проектов, который уже существует три года. В этом году мы постарались для детей из неблагополучных семей или детки, которые под опекунством остались, вложить. Помимо психологической помощи мы постарались в этом году дать детям самую красивую одежду, самые красивые эмоции, самое красивое желание перейти в этот взрослый мир с верой во взрослых людей. Потому что семьи, которые были на данный момент в этом проекте в этом году, они достаточно с тяжелым таким… Все-таки, наверное, у каждого своя история, и не всегда она добрая и прекрасная. Я знаю, что, безусловно, и Управление по делам несовершеннолетних, и защитие прав, и общественная организация «Мамин помощь» вы тесно взаимодействуете, это не первый ваш совместный проект. Наталья, вот как, в первую очередь, конечно же, выбирались дети для участия в этом проекте, и каким семьям в этом году удалось оказать такую помощь? Конечно, у нас давнее сотрудничество, уже около пяти лет. И вот в этом году, еще в условиях пандемии, все-таки такой вот условий, мы выбирали семьи, которые особо нуждаются. Например, многодетная семья, где мама давно бросила детей, там пять детей несовершеннолетних. Конечно, хотелось девочке старшей, которая заканчивала девять классов… Сделать праздник настоящий. Конечно, сделать праздник настоящий. Сказку, да? Праздник настоящий. Еще у нас девочки такие две, которые сейчас они под опекой, но мы их изначально мывили, потом лишили мать родительских прав, ее нет мамы. И, конечно, им хотелось помочь тоже сделать девочки-двойняшки из пятой школы, чтобы у них тоже было все хорошо, потому что настолько эти дети неуверенные в себе, и вера, наверное, во взрослых у них как бы потерялась, потому что их под дверью них папа не было, мама бросила. То есть это, конечно, страшно. А здесь, я считаю, мы как роль добрых волшебников. И дальше сейчас они будут учиться получать специальность. Мы будем их поддерживать обязательно. Обязательно. Конечно, что я сейчас почему-то этот момент упустила. Изначально этот проект почему-то так сложилось, что одни мальчики были в списках. Вот почему-то, да? Да. А потом раз-раз-раз девчоночки. И у нас вот, когда мы устраивали фотосессию, когда мы делали сладкий стол, наоборот, оказалось, девочек больше, мальчики, ну, они стесняются. Я еще в самом начале говорила этого проекта, что мальчиков сложнее убедить в том, что они тоже обязаны быть красивыми, что они идут все-таки во взрослую жизнь. И вот почему такие семьи? Там нет людей, которые бы им подсказали, вот взрослых, в чем важность нашего взаимодействия, да, вот нашего проекта с этими детьми. Ведь их могли также в их семьях, в которых они сейчас живут, могли собрать, ну, как соберут, да? В чем наша была миссия? Чтобы показать этим детям, что они выходят во взрослую жизнь, и их поддерживают люди не только психологически, как у нас это было, да, мы психологически, психологи работали с семьями, но и именно на элементарном уровне рассказать, как красиво одеться, как он должен выглядеть, какие прически сейчас модные. Ведь мы были в нашем любимом чердаке, когда их подстригли, там мальчишки уходили просто невероятно красивыми и, самое главное, счастливыми. Вот это вот счастливые глаза ребят и девочек, которые мы специально делали, чтобы когда их гримировали, делали им прически, они чтобы сидели и не видели себя. И потом вот этот эффект, это когда ты преображаешься, и ты становишься совсем неузнаваемым им, как казалось. Нам-то они дети и дети. Но то, что сделали наши девочки, это причем мамы делали, не просто там приглашенные специалисты, а именно мамы, которые в маминой помощи, которые это умеют делать и готовы были сделать это все благотворительно. Вот это вот, вот это вот для меня так важно, что столько людей отозвалось. И я, наверное, в первую очередь хотела бы поблагодарить Реваза Ревазовича за Мкацария, это у нас тоже в общественной палате, Анжелику Агурбаш, которые на самом деле так прониклись моим проектом и дали такие ресурсы в этот проект, что я, конечно, благодарна им, прям низкий поклон. На самом деле дети были одеты благодаря замечательному дизайнеру Леониду Кришко. Это, ну, там костюм, если кто знает, то это действительно очень высококлассного пошива и очень дорогостоящие. То есть у нас что мальчики, что девочки, блин, ну... Просто как с картинки. Я предлагаю посмотреть сюжет, как проходила уже практически финальная версия. Да, да. Давайте посмотрим. Даниил оканчивает 11 класс 2-го Одинцовского лицея. Учился все школьные годы хорошо. Сейчас ждет результатов ЕГЭ, чтобы определиться с ВУТом. Зато к выпускному он готов. В преддверии бала, который состоится 25 июня, юноша посетил барбершоп, где ему сделали непривычную стрижку. Я ожидал, что меня более коротко постригут, потому что я так уже привык. А тут оставили длину, мне очень понравилось. Такой подарок для Даниила и еще 9 выпускников 9-11 классов сделали Центр поддержки материнства «Мамина помощь» совместно с Общественной палатой и Окружным управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это постоянная, кропотливая, ежедневная работа. Работа по воспитанию наших детей, работа по поддержке наших семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное-огромное спасибо всем тем людям, которые оказывают помощь и поддержку нашим семьям и нашим детям. Преобразились в этот день и 5 выпускниц. Девочкам подарили красивые новые костюмы, сделали праздничный макияж и уложили легкие локоны. А затем устроили настоящую фотосессию. Я считаю, что праздник все равно удался, потому что девчонки довольны. Я вижу их счастливые глаза, такие красавицы просто невероятные. И для меня очень ценно, что в этот проект пришли те мамы, которым это не безразлично. Этот благотворительный социально значимый проект существует уже третий год. Идея его создания родилась благодаря мамам, которые решили помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации выпускникам из малообеспеченных семей. Подарить им такой важный для каждого школьника праздник. Если мы будем делать все вместе, сообща какое-то хорошее дело, то это действительно выйдет продуктивный, хороший, полноценный продукт, мероприятие. Не важно, что ты делаешь, но это будет намного шире, глубже и лучше. Так что я призываю всех, делайте добро. Фотографии юные модели получат в электронном виде. А в завершении вечера ребята с удовольствием делились своими впечатлениями под сладкое угощение. Самое главное, какой отклик вы получили от детей? Вот что дети вам говорили в тот момент, когда они подходили к зеркалу, видели себя, понимали, как они преобразились, понимали, как они изменились, их глаза начинали, наверное, сиять просто. Мы видели это сейчас в сюжете. Что они вам говорили? Мальчики, они, конечно, не особо говорливые, но, тем не менее, их глаза, наверное, вот все, там у нас был один красавец, который изначально пришел со своей девушкой. Девушка, ну, так, забраковывала в салоне, в котором мы подбирали ему одежду, там и этот образ, и этот. Но прежде, когда мы пришли туда, была мама, которая работает в этом салоне, и она начала говорить, ну, вот я вот вижу тебя вот таким. Девушка сказала, нет, нет, ни в коем случае, нам-то это что-то современное, там вот тут и так далее. Но в итоге мы одели его так, как посоветовала изначально мама, и когда на фотосессии он открылся, и он прямо реально стал таким мэном, такой фотомоделью. Он потом подошел, он мне просто взял за руки и сказал, спасибо вам большое, я, наверное, никогда в жизни не был таким красивым. Для них слова, они же простые, это мы бы сказали, там, модным или стильным, а он говорит, я просто не был никогда таким красивым. Девочки, это, понятно, совсем другое, девчонки, они эмоциональны, они, конечно, потом, когда ели все торты пирожные, праздновали, как бы, окончание фотосессии. Ну, у девочек какие эмоции? Я красивая, я сегодня там до конца не буду дня свою прическу и так далее. Конечно, каждая, ну, я не скажу, что они были и даже девочки многословные. Наверное, те эмоции, которые они внутри переживают, знаете, я, наверное, думаю, что почему? А, возможно, это потому, что они не привыкли. Да, же, Наталья Наталья Наталья? Конечно, они умеют ощущать эту радость от прекрасного. Ну, и тем, наверное, уникален этот проект и этот праздник, который вы вместе сделали для этих ребят, вы действительно им показали, как может быть. Да, да. И что действительно не все в жизни можно смотреть через черную призму, да, все-таки есть очень много людей, которые готовы прийти на помощь, помочь, подсказать и определить вот ту самую верную дорогу. Возможно, вот этот маячок такой, который вы им вселили в сердце, теперь будет их дальше вести. Наталья, как вот все-таки дальше с этими детьми вы будете взаимодействовать? Вы сказали, что будете продолжать их курировать, помогать им, поддерживать. Вы знаете, даже если эти дети или семья снята с контроля у нас в Управлении по делам несовершеннолетних комиссий, у меня даже в личном телефоне их контакты остались, и я с ними на связи обязательно. И буду дальше интересоваться, куда. Во-первых, мы помогаем поступить даже куда-то. Вот одной девочке из проекта мы помогли поступить, убедила в наш Одинцовский техникум, потому что семья многодетная, там они материнский капитал хотели использовать для учебы в платном колледже. Я говорю, зачем тебе это надо? Семья многодетная, есть еще младшая. То есть убедили, все, пошла, она уже зачислена в Одинцовский техникум. Я очень рада, я с ней на связи всегда. Поэтому и дальше будем продолжать. Даже интересно посмотреть. А какие вообще направления ребята выбирают? Выбирают, но им сложно выбрать, потому что они не сориентированы в семье. То есть там совершенно другие родители. Родители, которые не видят ни их будущее, и сами, к сожалению, злоупотребляют алкоголем эти родители зачастую, поэтому они не могут им светлый путь какой-то указать. Но мы смотрим девочек. Например, весь нашим техникум специальности поварское дело. Есть перихмахер. Это неплохо, очень даже, потому что они сейчас их причесали красиво, а когда-то они причесывают красиво, сделают прически. Когда-то они приготовят эти же вкусные торты, пирожные, которыми угостят своих близких, знакомых. Поэтому это тоже очень важно. Ну, а вот одну из девочек банковское дело предложили. Говорю, почему бы и нет? Специальность будет, а дальше ты уже будешь взрослая, совершеннолетняя. Захочешь, выберешь уже специальность какую-то другую. Будешь зарабатывать денежки свои. Ну, это будет хотя бы профессия в руках. Это будет профессия. Поэтому выбирали профессии, которые приближены к жизни. Такие. Я вот хочу добавить. А во время общения с этими семьями, потому что вот девочек, близняшек мы ведем тоже уже давно, и в маминой помощи есть психолог, который с ними занимается. Они уже вообще там как одна семья стали. Прекрасно. И вот наша Люда, психолог, она научила, дала базу делать маникюр девочкам. Девочки сейчас себе друг на дружке это делают. Купили полностью все там вот то, что нужно для этого мастерства. То есть это тоже очень важно. Она с ними была и на последнем звонке, и на выпускном. То есть мы берем, понятно, что где-то кто-то это принимает, и где-то это нужно. А где-то вот достаточно каких-то встреч, разговоров, и этого тоже в этой семье достаточно. Но вот то, что дали вот эту профессию, и девочки умеют теперь у нас маникюр делать, вот это вот тоже радует. И они довольны такие. Конечно. Потом они могут этим зарабатывать дальше хоть немножечко. Да, да, да. И помогать и себе, и своей семье. Конечно. Приближается новый учебный год. Уже не за горами. Остался всего лишь один месяц летних каникул. Будет ли какая-то поддержка со стороны маминой помощи, ребятам? Ну, во-первых, у нас ежегодная, у нас идет раздача канцелярских товаров. В прошлом году мы девочкам дарили рюкзачки. В этом году тоже постараемся. Именно по запросу мы спросим, что им нужно. И вот по запросу попытаемся, благодаря нашим мам, может быть, спонсоры помогут. Сейчас у нас очень хороший контакт идет с фондом «Мир здоровых людей», которые тоже очень вовлечены, им интересны вот эти вот социальные проекты. Возможно, вот именно вот так вот мы и поступим. В принципе, по запросу, что нужно детям, самое такое необходимое, мы, конечно, будем... Работа будет продолжена. Конечно, конечно. А у нас эта оператор называется «Профилактическая собери ребенка в школу». Поэтому она у нас уже началась. Естественно, мы выявляем... Кто может принять в ней участие? В общем-то, любые люди могут принять участие. Кто может? Ну, допустим, я хочу передать что-то, помочь какому-то ребенку. Допустим, рюкзак. Мне куда необходимо обратиться? Ну, я думаю, можно к нам в комиссию даже обратиться. То есть просто обратиться к вам в комиссию, сказать, у меня есть такое желание. Конечно, конечно. Я вот собираю своего ребенка и хочу еще помочь тому, кто нуждается в этом действительно. Это будет очень неплохо, потому что буквально в прошедшую пятницу у нас была девочка из семьи, где такое социально опасное положение. И эту девочку несколько часов она у нас была. Мы занимались с ней, она там рисовала, делала даже мыло. И ей собрали, вот она в третий класс пойдет, был у нас рюкзак красивый, были всякие констовары, ей полное все это собрали, полный рюкзак, мешок еще, она довольна очень. Поэтому стараемся делать это, и можно к нам, мы с радостью. Тем более, когда у нас проходят дни заседания комиссии, приходят люди с детьми, ну, люди наши, которые привлекались к административной ответственности. Ну, может быть, это разовый был случай, может быть, второй раз, но дети-то не виноваты. И мы стараемся этим детям тоже оказать помощь такую вот. Так что, если кто-то хочет принять участие в этих проектах, вы только рады, открыты, можете обращаться и в общественную организацию мамин на помощь, и напрямую в управление по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации. Можно еще обратиться в центр такой социального обслуживания населения, расположенный на Садовой улице, дом 6. Там и психологи, и специалисты, которые тоже помогают семьям, работают с ними, и мы с ним в тесном контакте с ними. Поэтому туда тоже можно прям просто-таки приносить. Ну, если, когда идет учебный год, все понятно, дети задействованы все-таки в основе своей, именно ваши подопечные, в школе, на занятиях, а в летний период? Летний период, конечно, самый сложный. Мы стараемся помочь тем детям, которые воспитываются в семьях социально опасного положения, как-то лагерь им определить. Например, пришкольный лагерь работал в этом году в некоторых школах, не во всех, конечно. Мы старались, так сказать, посодействовать, чтобы дети, ну, младшего школьного возраста, конечно, туда обязательно в эти лагеря ходили. Вот эта девочка, которая в пятницу, называю, прибыла у нас, она ходила в лагерь пришкольный. Затем тоже и управление образованием, и социальная защита выделяют путевки для поездки, например, в южные наши регионы, там, в Анапу, еще куда. Мы тоже стараемся, чтобы дети как-то, ну, конечно, не хватает на всех детей. Мало еще, мало путевок, к сожалению. Ну, привлекаем, еще делаем мероприятия летом. Например, вот буквально недавно собирали в библиотеке номер два, я деток собирала, и вместе с сотрудниками библиотеки, провели для них тоже хорошее мероприятие. Безопасность с детства. И там мастер-класс был. И вот сейчас мы планируем еще в августе провести. В общем, в летний период эта работа у нас не останавливается. Да, не останавливается, становится даже, наверное, больше. Больше, больше. Потому что у ребят больше свободного времени. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Чтобы обезопасить их от ненужных моментов, нужно их занять полезным делом. Обязательно. У нас же все сломал коронавирус, потому что были планы грандиозные, как раз вот с этими семьями, которые кто-то вышел вот в этот проект мамино выпускной, да. Но мы планировали совместно с комиссией по делам несовершеннолетних именно, что летом мы возьмем семьи неблагополучные, прям именно мама, ребенок, чтобы вот этот вот контакт наладить. И мы хотели вывозить детей, вот эти вот семьи в Тверскую область на хорошую турбазу, о которой уже было заранее договорено. Но коронавирусная вот эта эпидемиологическая история, она, конечно, нам не дала существитель. Я думаю, мы уже сейчас пока сидели и ждали съемки, мы уже договорились с Натальей Эммануиловной, что в любом случае сейчас вот в августе мы не так, так в другом формате проведем все-таки эти встречи. Потому что взаимосвязь мамы и ребенка, это же самое важное, это связь не только на энергетическом уровне, но и она должна быть и вживую. То, что некоторые мамы вот этих сложных семей, они даже не знают, как. Когда она встает вот на путь исправления, она желанием стала, ей помогли комиссии по делам несовершеннолетних, объяснили. То есть мама с желанием, чтобы что-то менять в своей жизни, хорошо, у нее есть желание, она бросила, допустим, пить. Но когда она трезвая, у нее, она не знает, а что делать-то? Ну что я буду делать сейчас с этим ребенком? Потому что та-то жизнь понакатанной легко была. Утром выпил, вечером похмелился, лег спать. Все, там было все просто и легко. А ребенок и мама были совсем далеки друг от друга, полярно. А сейчас, когда она готова, а что с ним делать? И вот понимаете, даже этому приходится вот как-то через игры, через какие-то встречи, да? Конечно, конечно. Подсказывать, рассказывать, как это происходит. И даже вот кажа, казалось бы, ну что там они поиграют? А ведь нет, вот через эту игру, через какое-то взаимодействие, она потом пришла, они дома придут, еще обсудят, еще посмеются над этим. И вот эти вот зернышки общения, они складываются, складываются. Получается вот эта вот большая миска зерна, правильно же? Спасибо вам за вашу работу, желаем удачи в реализации ваших проектов. И, конечно же, хочется, чтобы таких детей, таких семей у нас было как можно меньше. Согласна. А взаимоотношения с детьми налаживались очень быстро. Да. И максимально все истории заканчивались положительно. Вот этого хочется. Очень, чтобы этих ребят действительно было светлое, доброе будущее. Потому что они этого достойны. Каждый ребенок рождается и приходит в этот мир, чтобы быть счастливым. Все верно. Все верно. И задача нас, взрослых, обеспечить ему это счастье и любовь. Да. И заботу. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Спасибо. Спасибо и вам. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok